Десятки мероприятий, тысячи участников, слова благодарности. В Ульяновске отмечают главный праздник всех россиян – День Победы. По традиции, в первой половине дня на главной площади города прошел Парад Победы. Парадным маршем прошли колонны военных, спасателей, юнормейцев, курсантов кадетских классов. На трибунах у стен правительства за происходящим наблюдали главные герои – ветераны, труженики тыла, дети войны. А проезд военной техники открыл легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Всех участников парада поздравил губернатор Алексей Русских. События последних месяцев в очередной раз показывают, в чем заключается сила нашего народа. Мы черпаем ее в сплочении и самоотверженности, ответственности и дисциплине, в любви к своему великому Отечеству. Мы учимся этому представителей поколения победителей. Поздравлением присоединились депутаты, общественники. Особая благодарность ветеранам, и чтобы они жили долго. Здесь хорошая традиция. Мы 8 утра каждый год собираемся с генералами здесь, в Ульяновске. Я с радостью сегодня отметил, что их ряды не поредели. И пожелал им как минимум до 100 лет также собираться вместе в этот прекрасный день победы. С праздником, дорогие друзья! Очевидцах тех страшных событий становится все меньше. Но оптимизму ныне здравствующих ветеранов остается только завидовать. Очень тяжело, но радостно на душе, в которой мы живем в это прекрасное время. Я у Аллаха прошу, дай Аллаху мне жить в прекрасной земле долго-долго. Мой брат говорит, ты еще до 100 лет проживешь. Позже десятки тысяч ульяновцев собрала акция, ставшая народной – «Бессмертный полк». В этом году ее провели офлайн, впервые после пандемии. От соборной площади праздничная колонна прошла по главным улицам города. Патриотическая акция «Бессмертный полк» ежегодно объединяет десятки тысяч россиян. Это дань памяти павшим героям в годы Великой Отечественной войны. Нет той семьи, в которой нет своего героя. Каждый пришел за портретом своего отца, деда или прадеда. Каждый помнит ту великую победу. Это мой дед Титов Иван Иванович. Он участвовал в Великой Отечественной войне, остался жив, был обычным рядовым, обучал новобранцев и отвозил на войну. Через огонь войны наши деды и прадеды дошли к простому человеческому счастью. И значит, все не напрасно. Их потомки в общем строю «Бессмертного полка» тому подтверждение. В этом потоке мы едины, мы вновь большая страна, победившая в страшной войне. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ.